Что-то дебло, вот отсюда И так сразу вверх Что-то у нас тут залезает всякая, тебе шерековать нельзя Вот, кстати, хорошо, мы сейчас второй концепт составим Сдобьемся того, что мы будем Я тебе всю флешечку и отдам И ты с 60 Седьмой по 75 Какие мои что? В данный момент, конечно, дети уже совсем в другом ключе со мной общаются в этих условиях Но раньше, например, у меня по отношению к дочери Одно из самых таких действенных средств было Я ставил времена году у Петра Ильича Чайковского И она говорила, папа, февраль Я ставлю февраль, она замолкала, смотрела в окно И я понимал, что еще до февраля далеко А ей почему-то нравится февраль и февраль У нас такое у меня спасительное средство был в февраль Поэтому спасибо Петру Ильичу Вот, что касается сына Он ему, конечно, хотелось бегать Футбол, мячик летал по всей машине Это не очень было приятно и интересно Вот, как-то пытался я его увлечь различными рассказами Включал ему аудиокниги Вот, и ему почему-то нравился второй концерт Сергея Васильевича Рахмаянова, фортепианный Вот, и это были такие у меня таблетки быстрого применения Но железное правило, я думаю, любой родитель со мной согласится Это, чтобы у детей не было ни малейшего свободного времени Чтобы оно было абсолютно все занято, в дело И неважно, какие кружки и секции Главное, чтобы ему, с одной стороны, нравилось С другой стороны, подходил дисциплинированного Если уже взялся, не бросать Ну, конечно, при наличии хороших наставников и педагогов Это может обязательно быть и связано с музыкой У девочек, в первую очередь Да и у пацанов тоже ничего тут такого необычного нет Обязательно спорт должен быть Тут я скажу совершенно обычные вещи Главное, чтобы ребенок без дела Ничего дома не находился, не делал Чтобы не завлекали его эти все сети интернет Потому что там, на самом деле, то, чем они занимаются Там ничего хорошего, на самом деле, не происходит У нас сейчас такая... Еще один, да? Да Дуэт Андрей От меня идет в качестве такого музыкального наполнения Андрей, он, собственно, драматическую функцию здесь больше Ну, вы решайте, давайте Ну, что, пока пройдемся? Все, я тебя... Давай, Андрюх Все, с Богом Ну, в первую очередь, я, наверное, посоветовал бы фильм «Офицеры», Который на меня в свое время очень сильно повлиял И как любого нормального советского мальчишку Вот, фильм «Баллада о солдате» Не так давно я достал фотографию деда Поставил, посадил сына Которому сейчас уже... Тогда ему было 12 лет Несмотря на то, что мы знаем, какие фильмы дети смотрят Что для них важны эффекты Для них все это... Внешняя сторона очень на них воздействует Он посмотрел этот фильм с удовольствием Задавал мне вопросы Я ему говорил о том, что Твой дед в таких же условиях прошел Эту мужественную, страшную, героическую дорогу Вот, его это впечатлило Так же, как когда-то меня Я был этому факту рад И считаю, что каждый нормальный русский отец Должен делать подобные вещи И, может быть, третий фильм Ну, конечно, их много Посоветовал бы, может быть, с правильным выводом Может быть, из западных что-то Ну, наверное, Форест Гамп Это такая юридистическая, на самом деле, внешняя вещь Внутри которой много рационального можно найти Можно найти и моменты, когда человек должен преодолевать себя Когда он не складывает оружие Когда в каких-то трудных жизненных ситуациях Всегда должен идти, трудиться, бороться Не сдаваться и побеждать Малоизвестная книга такого автора Стивена Калахена О том, как он провел достаточно долгое время После крушения его плавательного средства В открытом море Это дневники, которые он ввел, описывал Ну, и воссоздавал после того, как был спасен Вот, это на меня повлияло Я как-то так в 14 лет понял, что в какой бы ситуации ты ни оказался Надо сконцентрироваться Взвесить все за и против, плюсы и минусы Действовать рационально, мужественно Находить себе силы Какой ваш любимый город? Любимый город? Все-таки Москва Любимый напиток? Вот очень люблю манговый сок Любимое блюдо? Вот хорошо приготовленная дичь, курочка Вот как-то я к ней тянусь Ну и может быть стейки такие Не очень прожаренные, сильные Любимая композиция? Их много, конечно Но часто, как таблетку какую-то Вот принимаю тему Людви Ромео Джилета Петра Ильича Чайковского И две первых темы Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского Вот это какие-то такие на поверхности лежащие А так, конечно, бесконечное количество мелодий, которые радуют Любимое хобби? Хобби, как таковое, ну, наверное Спорт Хождение по лесу, собирать грибы Ну, такого какого-то вот вне музыки большого нет Просто у меня музыка занимает огромное количество времени И в разных жанрах Поэтому, наверное, все это там находится Как и все советские мальчишки занимался всю жизнь Там самбо, бокс, легкая атлетика, лыжи В данный момент, конечно, стараюсь тренажерный зал посещать Стараюсь и рукопашный бой, чтобы был в руках И сейчас очень в нашу жизнь стремительно вошел вид, так называемый, кроссфит Я считаю, это просто обыкновенное советское многоборье Которое вид изменяется И можно не называть его модными словами А можно просто сказать, что многоборье Вот мне тоже интересно Плавание, лыжи очень люблю Один из новых проектов, которые у меня сейчас есть в жизни Это музыкальный спектакль вместе с известным, в частности, по сериалу «Зона» Андреем Филиппаком Такой актер театра и кино Это музыкальный спектакль, это постановка Мы сценарий составляем с нашими друзьями Алексеем Рымовым и Антоном Луценко Там, в этой постановке и Антон Павлович Чехов, и наши песни, и современные авторы Там отец Андрей Ткачев, Алексей Рымов Это наш месседж обществу Современному обществу, людям, которые ждут новых каких-то проектов Одна из точек, куда мы в первую очередь хотим поехать с ним, это Донбасс Подарить его людям, тем, кто находится в трудной жизненной ситуации сейчас По армейским частям, по нашим, для простых граждан, по городам и весям России, в зарубежья То есть хотим применять очень широко этот спектакль там, где будет получаться Он происходит в форме, во-первых, это дуэт, где есть и диалог Где есть огромное количество песен, исполняемых и вместе, и мною отдельно Андрей очень талантливо читает эти произведения, о которых я говорил Мы их и в диалоговой форме исполняем Вот около полутора часов идет этот спектакль Музыкальный спектакль Он, так скажем, между концертом и спектаклем по своему облику Те, кто наблюдает наши репетиции, говорят, очень интересно Так что милости просим в наши залы